добрый день уважаемые садоводы любите ли вы хосток так как люблю их я я думаю что любите растение это удивительно и вот вроде бы весна весной все зеленое природа просыпается а хосточки когда начинают сходить и когда уже вот их окраска появляется ну такая радость ну посмотрите вот это вот сорт июнь под желтенький зеленым краем вот здесь вот желтенькие вот как штришки и два цвета зеленых вот такая хосток вот такая вот красавица по моему golden tiara это да golden tiara вот есть закрученные листики есть листики узенькие есть широкие есть гигантские есть малышки посмотрите какая красота ну вообще но прелесть и и но и бывает так что нам хочется размножить любимый сорт который у нас растет вот я сейчас покажу как их пошинковать чтобы получить много растений это остров огня она желтая желтая когда всходит а потом вот уже начала зеленеть зеленеет хосточка небольшая а вот здесь такие классные штришки необыкновенные а это golden meadows кстати вот этот экземпляр я посадил в прошлом году вообще без корней вообще без корней вот она тоже golden meadows в общем красота сейчас покажу как их можно размножать сразу отвечу почему у меня все в горшках потому что некуда посадить но я не могу отказаться от этого шикарного растения поэтому выращиваю в горшочках и это еще малая часть того что у меня есть итак давайте пошинкуем хосту чтобы размножить понравившийся нам сорт и так берем экземплярчик который мы хотим размножить если он растет в грунте значит рассматриваем его в грунте если в горшке значит смотрим видите вот как это называется вот как борошков много да значит есть уже что поделить из грунта выкапываем из горшочка просто достаем так вот вот смотрите какая корневая это прошлом году он был я их каждый год пересаживаю вот и там был небольшой корешок и вот что за сезон получилось отряхиваем землю хорошенько отряхнуть а дальше сейчас покажу что нужно сделать для того чтобы самым оптимальным способом ее разделить так убираем и понадобится нам какая-то емкость с водичкой посмотрите какой корняка увидите и надо его так вот опустить воду помыть зачем помыть а затем чтобы было видно как же можно будет разделить вот так вот потому что когда в земле видно плохо сразу укорачиваю корни видите какие корняки ну зачем нам столько ну вот так вот можно укоротить остается чтобы и посадить было удобно и любая обрезка стимулирует нарастание новой корневой системы так сейчас убираю воду и будем рассматривать наше растение самым тщательным образом вот смотрите смотрите видите вот как бы каждый вот этот уже черешочек ну почти каждый уже имеет свои корешочки и в принципе готов существовать отдельно от общего куста иногда прям выламываются сами ну сначала пробуем не получается чтобы оптимально разделить сейчас я наложу камеру вот нам понадобится нож на помощь вот такой вот нож сейчас моем хрясть хрясть и у нас будет много много вот таких вот прекрасных саженцев значит что стараемся сделать стараемся разрезать так чтобы у каждого вот этого черешочка был свой корешок ну когда непонятно как это делать вот так вот его ставим и стараемся разрезать вот таким образом не всегда бывает удачно это но как я вам уже сказала сейчас мы вскроем тот горшок где не было вообще корней посмотрим что за год наросло вот смотрите и вот здесь они уже готовы видите ну немножко я разломала вот так вот разделиться смотрите какие два саженцы получились классных все можно сажать либо в горшки либо в землю прям вот так ну вот так вот заглубляем так вот и сажаем можно добавить удобрение пролонгированного действия хосты они всем хороши они очень нетребовательны они растут на любой почве но их трудно покормить по листу потому что все с листа скатывается поэтому лучше кормить под корень смотрите что здесь конечно все это тоже можно пошинковать вот я уже вижу что попробую разломать так вот знаете вот не хочется мне его делить потому что видно уж совсем маленький черешок был в прошлом году видите вот вот эти вот штучки окажутся без корней а если мы его посадим посадим целиком то к осени будет роскошный огромный куст вообще даже с однолетнего куста на некоторых сортах можно получить шесть-семь прекрасных саженцев но вот здесь я этого делать не буду а я вам знаете что покажу что обещала вот видите написано без корней это в прошлом году то есть я чекрыжила так что вот здесь корешков были только-только вот маленькие я помню вот как зачаточки такие пупырышки как зачаточки корешков и что тоже за год у нас получилось отличный корень отличный смотрите это он был без корней то есть ничего не выбрасываем все сажаем и вот таким образом у нас получаются сколько нашей душе угодно любое количество таких прекрасных растений а вы любите хост или нет напишите в комментариях в комментариях